Я рад всех приветствовать, друзья! Меня зовут Евгений Корсакин. Я практикующий юрист по недвижимости. У меня 8 лет в судебной практике, поэтому я уже много чего увидел. Занимаюсь очень активно сопровождением сделок с недвижимостью и у меня уже глаз не замылен. Я могу увидеть такие нюансы и детали, которые не увидит обычный человек, даже человек немного юридически образованный. В этом видео я хочу вам показать, как выглядит мое правовое заключение в результате проверки собственников недвижимости перед покупкой. То есть такое правовое заключение я обычно готовлю покупателю объекта недвижимости. Поехали! Персонажи, которые указаны здесь, вымиршены. В результате правового заключения по физическим и, возможно, судебным решениям в отношении таких-то и на наличие каких-либо долгов перед кредиторами и, возможно, судебным делам или текущим процессам на предмет обращения взыскания на имущество не выявлено. В банкротстве чисто. То есть я очень внимательно проверяю по всем судебным экстанциям, смотрю по ФССП, проверяю физиков на наличие каких-либо долгов перед кредиторами, чтобы в последующем недвижимость не послужила предметом обращения взыскания, как это часто бывает. Я проверяю внимательно только самого собственника, недвижимости и супруга, потому что многие забывают, например, проверить в том числе и супруга, если, к примеру, недвижимость оформлена на одного из них, поскольку, допустим, собственник недвижимости может быть чистый, а у супруга куча долгов, и в последующем по решению суда может быть образована доля из этого имущества и обращено взыскание на долю в этом имуществе, поэтому супругу тоже надо очень внимательно проверять, даже несмотря на то, что он указан в документах. Я проверяю очень внимательно наличие каких-либо судебных решений по гражданским делам, по уголовным делам, по административным делам, смотрим по ФССП, есть ли какие-либо долги, проводим очень глубокую правовую экспертизу по выявлению каких-либо проблем у этого физического лица. И, соответственно, я переношу это в такой вордовский файл, то есть некие скриншоты в виде этого правового заключения, чтобы человек, то есть клиент, который ко мне обратился, мог убедиться в том, что эта работа была проведена. Также в этих скриншотах можно будет увидеть здесь дату проведения этого анализа и время, то есть скриншот с компьютера. Значит, по каждому собственнику я, соответственно, расписываю, какие проверки сделал. Это у нас, например, общие суды. Мы смотрим, проверяем, забываем, есть ли данные или нет. Да, мы можем видеть, что по нашему запросу ничего не найдено. И, соответственно, я все это дело отображаю сюда в скриншоты. Это по проверке по поиску по делам и судебным актам. То есть, соответственно, если, допустим, на нашем физическом лице была бы какая-то информация по уголовным, аниверситетным или гражданским делам, можно было бы все это дело увидеть здесь. Также по второму собственнику отображаем. Ну, проверяем по банкротству, тоже смотрим, не проходит ли собственник процедуру банкротства, не проходил ли он уже, не был ли признан по решению суда банкротом. Также внимательно это проверяем. Есть еще другие, многие ресурсы, к примеру, если, допустим, недвижимость приобретается или продается по доверенности, мы также можем проверить доверенность на ее действительность, когда она выдавалась, действует ли она на момент совершения такой сделки. Все это очень внимательно смотрится. В итоге, в результате подготовки такого правового заключения, я готовлю, собственно, пишу определенные разъяснения здесь, нужно представить такие-то документы обязательно, то есть я выделяю в красный, пишу возможные риски, которые могут быть, например, в данном случае, что нужно сделать нотариальное удостоверение, поскольку, например, недвижимость оформлена на одного супруга и второй не может на нее претендовать, но тем не менее, в этой квартире могли бы сделать неотделимые улучшения, то есть сделан ремонт, причем такой дорогостоящий, соответственно, нужно взять такое нотариальное согласие супруга на совершение такой сделки. То есть я указываю здесь степень рисков до средней риски, например, средней риски и рекомендации, что нужно прописать в договоре купли-продажи, какие пункты обязательно, какие пункты можно не указывать, на что стоит обращать внимание, например, свежее наследство, да, я указываю, что нужно такой-то пункт обязательно добавить, это как бы относится к степени средних рисков. Вот, в выписке из домовой книги не исключена запись о зарегистрированных лицах, да, тоже мы указываем, что необходимо эту запись исключить. И в конечном итоге я вот в данном случае обращаю внимание на возможное переоборудование или переустройство квартиры в представленном поэтажном плане отражена схема, она должна соответствовать реальному положению в квартире, в части, возможно, имеющейся незаконной перепланировки. Вот, если вам понравился такой обзор и вы хотите более детально разобраться, как проводить проверки по собственникам недвижимости, пишите в комментариях, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите, что вы хотите видеть более развернуто по проверке собственников объекта недвижимости. Обязательно с вами буду делиться информацией. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok